МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российской общественно-политической газеты «Народная правда» открыть совещание общественных корреспондентов газеты «Народная правда». Кто такие общественные корреспонденты? Это люди, которые, а, пишут в газеты статьи, б, собираются написать в газету статьи, а некоторые даже и не собираются, но находятся в становлении. Поэтому все, кто находится в становлении общественных корреспондентов, могут участвовать в нашем совещании. Совещание у нас ежегодное. Поскольку это общественные корреспонденты, тут нет никакой большой бюрократии. Вот я, как любит говорить Борис Николаевич, как первое лицо, не имею. Тут никаких на совещании общественных корреспондентов. Вот в редакции я решаю очень просто. Это взять, это не взять, это вычеркнуть, это оставить. Если спорят, точно выкинуть. И так далее. Там никакой дискуссии не может быть. В редакции это все должны понимать. Вот товарищ Лещук уже понял. Да, это диктатура, правильно вы понимаете. А это самое, что не нравится, с демократией. Ну а общественные корреспонденты – это люди, которые сами должны все решать. Поэтому я прошу, так сказать, на началах организации проводить, как и в прошлый раз, это совещание и все его решения. Это некое направление, которым должны руководствоваться все, кто пишет в народную правду. И те, кто печатает, и кто делает газету. Многие люди в этом участвуют. Скажем, люди, все выступающие на заседании Российского комитета рабочих, все оказываются авторами газеты. Да? Вот вы, товарищ Калеви, это вы же общественный корреспондент, безусловно. Вот Сенков, который ведет. Вот всегда его и портреты там бывают, и там его выступления, и другие товарищи, которые выступают. А это, по крайней мере, два раза в год выходит наша газета. Тем более, что и другие газеты, газета «За рабочее дело», газета «Правда труда» тоже вносят свой вклад в эту копилку. Вот что касается «Народной правды», она уже, можно сказать, старая газета, которая зарегистрирована в 1991 году. И выходила она тиражом 200 тысяч экземпляров еженедельно, причем в восьми полосах, и рассылалась по всей территории Советского Союза. Но в нынешнем своем виде «Народная правда» набирает обороты. Снова вы, наверное, заметили, что вот тираж последнего номера 30 тысяч экземпляров. Причем этот тираж сформирован по заявкам трудящихся, которые сказали, нам нужно вот столько, вот столько и вот столько, вот сколько нужно. Вот так Иван Михайлович сформировал тираж этой газеты, которая является первым заместителем главного редактора газеты «Народная правда». Ну а теперь я предоставляю слово для самоорганизации представителю одному из общественных корреспондентов товарищ Дегтярёв. Он все время что-нибудь пишет. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Приветствуем всех на нашем съезде общественных корреспондентов газеты «Народная правда». И позвольте вам огласить решение в оргбюро СК РПР от 30 марта 2018 года. Первое провести 25-й съезд партии 10-11 июня в Ленинграде. Повыездка дня. Отчет ЦК РПР и задачи партии. Второй отчет ЦК К РПР. Третье выборы ЦК РПР. Четвертое выборы ЦК К РПР. До 1 июня 2018 провести отчетно-выбранное собрание в партийных организациях, делегировать всех членов партии рабочих на съезд, вручить подготовку докладов от рабочей комиссии товарищу Калюту для идеологической комиссии Дмитриевича Шилову, от организационной комиссии посадения Александровича Усенкова, обещающего доклад Михаила Васильевича Попова. В связи с тем, что форум по рабочим есть, предлагаю открыть 25-й съезд Рабочей партии России. Для ведения съезда в оргбюро были предложены следующие кандидатуры. Калют, Валентин Владимирович, Владимир Владимирович, Татьяна Владимировна Станеглаз, от нас удалились вот далеко так, и Горохов Константин Дмитриевич, который на съезд приехать не смог. В связи с этим от Ленинградской организации есть предложение третьим соедущим выдвинуть Клопакова Дмитрия Петровича Рабочего. Есть какие-то другие предложения по ведущим? Если нет, прошу проголосовать за данные кандидатуры. Итак, товарищи Кальвиц, Танеглаз и Клопаков. Кто за? Против? Принято и неногласно. Прошу ведущих занять свои места и дальше вести съезд согласно повестке. Приступаем к работе съезда. Первый вопрос значит слово предоставляется мне как сопредседателю Рабочей комиссии РПФ значит Калют Валентин Владимирович являет сопредседателем Российского комитета рабочих член партии Рабочей партии РФ. За отчетный период члены рабочей комиссии и РК подготовили и провели на заседании два заседания семинара по рабочему движению который состоялся в Нижнем Новгороде. Один это за отчетный период 14-15 октября 17-го года значит делегаты обсудили вопросы борьбы за 6-ти часовой рабочий день включение требований 6-ти часового рабочего дня в коллективные договоры организации коллективных действий. на семинаре присутствовало с решающим голосом 9 человек с обещательным голосом 11 человек по всем вопросам были приняты резолюции и делегаты с решающим голосом представители от рабочих коллективов должны были разъехаться по своим трудовым коллективам и соответственно вести в курс всего происходящего на российском комитете рабочих это как минимум и как максимум значит опираться в своей работе в своих действиях на данные рекомендации значит следующее заседание российского комитета рабочих было минувшей весной 31 марта 1 апреля значит делегаты также обсудили вопросы за сокращение дня до 6 часов борьбы профсоюзов за создание условий труда сохраняющей жизнь и здоровье работников и работниц борьбы за повышение заработной платы достоимости рабочей силы все эти материалы как уже было ранее сказано вы можете прочитать в свежем номере народной правды где более глубоко можете познакомиться с выступлениями с выступлениями участников российского комитета рабочих присутствовало значит с решающим голосом 14 человек с обещательным голосом 6 человек что показало как бы очень хорошую продуктивную работу комитета вот значит по рекомендации консультантов было принято решение о подготовке докладов самими участниками напомню что до этого доклады делали как правило консультанты или люди ну так скажем представители интеллигенции да которые более красноязычней более как бы доступней вели значит эту деятельность да но вот решили попробовать и делаем такой вывод что у рабочих доклады тоже получились весьма содержательными значит с задачами поставленными они справились то что было это интересно повлекло за собой бурное обсуждение и было видно что действительно те вопросы которые оргкомитет и утверди те вопросы которые изначально предлагались российскому комитету рабочих оргкомитетом за них проголосовало большинство опять же все эти вопросы обсуждались было время подготовиться было бурное обсуждение были приняты на мой взгляд очень короткие и грамотные резолюции и что как бы побуждало переходить к непосредственным действиям да то есть у нас вопрос этот уже на протяжении я бы так сказал уже нескольких лет не сходит значит из повестки дня не уходит российского комитета рабочих и так как нашей организации было решено ставить основным вопросом это сокращение рабочего дня до 6 часов сохранением заработной платы актуальность этого вопроса просматривается всеми членами нашей организации и уже на сегодняшний момент по примеру своей организации я могу сказать что начинает народ этим вопросом проникаться да то есть тот момент что мы уже 100 лет работаем 8 часов и 100 лет назад это требование 8 часового дня было революционное то почему бы наши требования сегодня тоже не считать революционным и не ставить во главе борьбы всего рабочего народа нашей страны значит было решено о проведении следующего семинара который состоится 13-14 октября 18-го года тоже в Нижнем Новгороде на базе учебного конкурса Инфраком значит предлагаются были предложены оргкомитетом следующего и утверждены РКР следующие вопросы значит борьба профсоюза в увеличении продолжительности жизни работников докладчик колпаков о борьбе за 6-ти часовой рабочий день докладчик Шилов коллективно договорное регулирование подготовки переподготовки и повышение квалификации рабочих кадров докладчик Яковлит Валентин еще сделаю объявление что накануне заседания российского комитета рабочих 12 октября 2018 года там же в Нижнем Новгороде пройдет международная практическая конференция под названием борьба профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников значит сообщу спешу сообщить что наш товарищ Александр Владимирович Золотов проделал научную работу и передал съезду значит выпуск тех книг в котором эта работа содержится вот мы ее доставили и распространим как бы призываю чтобы члены рабочей партии России ознакомились с этой работой ну и выдворяли в жизнь так так же оргбюро осудило действия товарища Айдунбекова и товарища Бегизова да была отправлена рекомендация в Центральный комитет рассмотреть вопрос об их исключении вот значит ну я просто к тому что рабочие комиссии и в частности Нижегородское отделение к этому тоже было причастно как бы этот момент не остался за рамками нашего обсуждения так что за отчетный период в рабочую комиссию не последовало ни одного обращения от других членов рабочей партии России то есть те вопросы которые были на обсуждении и постановки в текущем моменте работы комиссии были проработаны как от себя я докладываю что тоже на своем предприятии веду борьбу веду пропаганду о этом требовании и на сегодняшний момент у нас формируется колдоговорная комиссия на предприятии в состав который я вхожу комиссия пока еще не сформирована мы над этим работаем и докладываю что одним из требований будет этот наш вопрос о борьбе за 6-часовой рабочий день и вопрос о доведении заработной платы достойности рабочей силы то есть в каких моментах и как это будет происходить я уже буду как бы в текущем моменте докладывать значит пожелания от рабочей комиссии ну мы видим как бы все равно у нас рост наших членов я имею ввиду по качественному составу рабочих имеется пусть он не такой может быть и высокий как хотелось бы но 21 рабочий я считаю на сегодняшний день все равно это какая-то сила и мои личные пожелания улучшить взаимодействие между ними вот понятно что много теории много вещей в которых нужно разбираться но ребята нам своими ногами и своими руками делать это дело кроме нас его никто не сделает и призываю как бы и к большей ответственности и к большей продуктивности ну по крайней мере взаимодействовать общаться друг с другом доносить доводить друг для друга такие моменты то есть чем живет организация в которую вы представляете ну и вообще участвовать в рабочем движении пропагандировать те вехи наверное все спасибо за внимание по крайней мере спасибо за внимание по крайней мере